Продуктовое направление 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 и то, как оно применяется на практике. Мы на это сегодня уделим достаточно много внимания и постараемся разобрать несколько кейсов, которые жизненные, практически все, как мы любим. Значит, сначала о компании MailSite в целом и взаимодействии с нашей компанией Epimatic. Компания MailSite основана в 2011 году. Не буду проходить по всем цифрам, которые здесь представлены на слайде, вы можете их увидеть. Самое главное, пояснить о том, что это компания, которая сама занимается разработкой, у нее серьезный штат R&D со своим производством, которое адаптировано под различные продуктовые направления. И сейчас она активно развивается по всему миру, открывает свои и филиалы самостоятельно, и на базе дистрибьюторов, так как в России, допустим, на базе компании Epimatic. Сейчас она позиционирует себя как поставщик-производитель решений в области AIoT. Такая аббревиатура, которая объединяет в себя два понятия искусственного интеллекта и технологии интернета вещей. И сейчас они как раз концентрируются, фокусируются на разработке продуктов, решений, экосистемы в области промышленного интернета вещей, сетевого оборудования, видеонаблюдения и анализа данных по видеоконтенту, объединяя это все в единый комплексный экосистему, где можно из различных источников, от различных датчиков получать информацию, собирать, агрегировать, анализировать его и реагировать на эти события. Сегодня мы поговорим про линейку оборудования, которая выполняет задачи, в первую очередь, коммутации. Это сетевое оборудование, LTE-маршрутизаторы, которые они производят уже достаточно давно, но компания Epimatic начинает возить в Россию с этого года. И так как очень хорошие, интересные перспективы сейчас в России по продаже этого оборудования, по поставкам в проекты, мы как раз приняли решение поддерживать складскую программу по ним и предлагать нашим партнерам со склада в России. Если мы посмотрим в целом о компании MailSite, то почему она интересна с точки зрения, как технологически, как разработчик? Она объединяет в себе компетенции трех крупных производителей из различных областей. Ранее мы взаимодействовали, работали с компанией MailSite, которая занималась производством, ну и до сих пор занимается, оборудованием в области профессиональных систем видеонаблюдения. Она работает с анализом видеоконтента, она работает с системами записи, архивации данных и имеет компетенции в области производства устройств, умеющих распознавать, детектировать и передавать распознанные объекты дальше. Экосистема для того, чтобы эти данные агрегировать, передавать и анализировать, она сейчас использует на базе IoT-платформ, которые вошли в группу компании MailSite. И сейчас развиваются новые продукты, которые мы будем выводить, презентовать на российском рынке. Точно так же в группу компании MailSite входит известный разработчик систем телефонии, в первую очередь известный в России как производитель АТС для телефонии, компания IASTAR. И у них серьезные компетенции в области работы с большими распределенными системами. Все вот эти технические лидеры в своих областях объединили свои компетенции для создания каких-то новых, интересных, прорывных технологий. И сейчас мы будем как раз презентовать, выводить их на рынок. Теперь поближе уже непосредственно к нашим российским реалям. Как компания IP-Матика взаимодействует с производителем MailSite и какие сервисы мы предлагаем здесь в России. Мы работаем с компанией MailSite уже с 2014 года, хорошо ее знаем. И являемся эксклюзивным дистрибьютором, это немаловажный момент. И так как компания IP-Матика в первую очередь это value-added дистрибьютор проектный, который нацелен не на отгрузку просто коробочных решений, а на добавленную стоимость, на создание решений в первую очередь и каких-то законченных, в том числе проектных решений для наших потенциальных клиентов, системных интеграторов. Мы как раз нацелены на том, чтобы организовывать в России, в первую очередь, проектную модель бизнеса. Поэтому что мы организовали при взаимодействии с компанией MailSite? В первую очередь, естественно, это склад. Как дистрибьютор мы поддерживаем склад минимальных необходимых остатков и организовываем логистику в достаточно хорошие сроки оборудования под проектные решения. Обеспечиваем это оборудование проектной гарантией. В частности, на оборудовании MailSite по умолчанию предоставляется гарантия в России 3 года. На нашей базе мы организуем техническую маркетинговую поддержку. Сами со спартнерами организуем мероприятия, проводим презентации, демонстрации, вебинары и так далее. Есть технические компетенции как в области пресейла, то есть консультации подбора оборудования, так и автосейла, технической поддержки по настройке и закрытию всех технических вопросов, необходимых при вводе оборудования системы в эксплуатацию. Также немаловажный момент. Мы большое внимание и много достаточно сил инвестируем в то, чтобы поддерживать в России достаточно большой демонстрационный пул оборудования, который мы с удовольствием предоставляем нашим партнерам для того, чтобы они сами протестировали оборудование. Если необходимо, развернули какие-то пилотные зоны для демонстрации этих решений вашим заказчикам, потому что серьезное технологическое сетевое оборудование, оно важно и важно понимать, как оно работает, увидеть на практике вживую. Маркетинговые слайды в этом плане далеко не помощь в том, чтобы правильно продать и заложить это техническое решение в голову вашего партнера, который должен быть уверен, что это все работает так, как он хочет. Следующий момент очень важен – это программа поддержки проектов, потому что при работе с оборудованием Малсайт – это основной инструмент, который мы используем для поддержки и продвижения оборудования в России. Так как оборудование в первую очередь находится в сегменте среднего и интерпрайз, как ценового, так и функционального, то мы в первую очередь поддерживаем наших партнеров, регистрируя проекты на нашей стороне, проверяя их и предоставляя поддержку как скидкой, так и помощь в регистрации, прописании технических требований, технических заданий, тендеры и так далее. При этом те поставки, которые у нас проходят регистрацию, они поставляются по отдельной схеме, мы их везем гораздо быстрее и везем к тому сроку, который мы согласовали с партнером. То есть это не просто складские остатки, которые партнер сам смотрит, когда можно забрать со склада. Здесь мы уже подстраиваемся именно по требованию проекта и привозим его в тот срок, который необходим. Это самый важный момент, поэтому сейчас у нас организован автоматизированный процесс, в том числе регистрации проектов. Вы можете всегда обратиться к нашим менеджерам, они предоставят вам формы, дадут ссылки на регистрацию. Она достаточно простая. Там необходимо фактически указать заказчика, необходимый объем спецификаций и оборудование, которое вы закладываете в проект, информацию о вас, о условиях поставки, условиях тендера. Сейчас у нас достаточно льготное и выгодное требование для регистрации проектов. То есть мы сейчас принимаем заявки на регистрацию по оборудованию MalSite, бюджет которых от 2000 долларов в розничных ценах. Это очень облегченные, скажем так, требования для того, чтобы сейчас как можно больше партнеров почувствовали и посмотрели, как работает наша программа поддержки. Так что мы призываем, обращайтесь к нашим менеджерам, они предоставят вам ссылки, регистрируйте проекты, получайте хорошую глубокую проектную скидку на оборудование MalSite. Мы со своей стороны помогаем вам в поддержке регистрации и прописывании оборудования в тендеры. Вы получаете хорошую маржу и все остаются счастливы. И еще один немаловажный момент – это возможность адаптации и кастомизации оборудования под конкретный проект. Так как мы с производителем MalSite работаем давно, хорошо друг друга знаем, знаем возможности этого производителя, есть варианты, есть возможности кастомизации определенного оборудования, не всего, но определенного, возможно, под ваши задачи. То есть, когда вы формируете фактически свои входные требования, обсуждаем совместно с производством, как его можно реализовать, и запускаем производственную линию с вашим функционалом оборудования, поставляем его в срок под ваш проект. Такое возможно. Обращайтесь, это всегда обсуждаемо. Так как мы не просто дистрибьютор, который занимается передвижением коробочек, то мы как раз-таки поддерживаем вот такие вот сервисы по кастомизации продуктов в проекте. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию, что он из себя представляет и какие у него преимущества. LTE-маршрутизаторы. В первую очередь, это нужно отметить, что оборудование промышленного класса. То есть, это не консюмерские решения для дома, поэтому весь функционал, который они реализуют, направлен на проектные решения, на системную интеграцию для работы с удаленными объектами в распределенных сетях, там, где необходимо организовать защищенные каналы подключения, там, где необходимо работать с резервированием, отказоустойчивые каналы организовать и так далее. Отличительными особенностями все линейки оборудования, сейчас вот их представлено три основные серии, LITE, PRO и ULTRA. В первую очередь, самоисполнение. Так как это промышленный класс, то все модели оборудования, они в прочном алюминиевом корпусе, который предназначен и приспособлен для работы в суровых, как климатических, так и эксплуатационных условиях, в том числе в режимах вибрации, тряски, какие-то допускаются незначительные нагрузки на корпус. Температурный режим, естественно, для них рассчитан расширенный, для того, чтобы можно было эксплуатировать в разных климатических поясах и в разных условиях. Важный момент, особенно для проектных решений, это удобный набор интерфейсов, который предоставляет эта линейка оборудования для работы с различными сторонними и оконечным оборудованием. Есть в разных сериях оборудования, разный набор интерфейсов, об этом поподробнее Иван нам расскажет. Еще один интеграционный момент, который присутствует в линейке PRO и ULTRA, это возможность программирования. То есть внутри самого устройства реализован функционал программирования на базе языка Python, скриптов и приложений, которые будут отрабатывать в автоматическом режиме какие-то ваши индивидуальные задачи. То есть это уже инструмент для системных интеграторов, которые могут самостоятельно адаптировать, интегрировать это оборудование в нужное вам проектное решение. Такой функционал изначально уже предусмотрен в линейке оборудований PRO и ULTRA. И вкусности, которые я думаю, что для России особенно будут интересны, это бесплатные приложения, которые производитель Майлсайт предлагает использовать для управления распределенной сетью таких устройств. Есть программное приложение, которое называется Device Hub, которое свободно скачивается, и вы можете его использовать в своих проектах. Так и конечный заказчик может его использовать. И организация удаленного защищенного подключения через протоколы VPN, в том числе свой сервер VPN Майлсайт предоставляет, который можно использовать для удаленного защищенного администрирования и настройки всех устройств, которые находятся у вас в проектной сети. Я извиняюсь, что добавлю. Обратите внимание, что программный пенсий Device Hub и Майлсайт VPN позволяют устанавливать серверную часть на площадке клиента вашего. Тем самым вся инфраструктура будет находиться в России. То есть никаких облаков применять не надо. Сами приложения бесплатные, а также полностью открытые приложения для серверной части, что позволяет достаточно гибко настроить платформу. Все верно. То есть это на самом деле очень важный момент. Мы очень часто, когда особенно на презентациях, рассказываем про какие-то приложения для управления настройкой, как только клиенты, многие слышат слово облако, сразу говорят, нет, это не про нас. В данном случае производитель уже предусмотрел возможность локальной установки этих приложений на инфраструктуре клиента, то есть создание фактически закрытого частного облака в защищенной своей изолированной инфраструктуре для того, чтобы управлять, администрировать свои решения без выхода во внешние сети. В чем преимущество всей этой линейки оборудования? Ну, для чего оно изначально? Во-первых, набор интерфейсов, которые можно использовать для резервирования и защищенного, бесперебойного подключения к различным сетям, как проводным, так и беспроводным. Поэтому есть набор Ethernet интерфейсов, есть беспроводные сети на базе Wi-Fi и, естественно, LTE-сети, которые можно между собой конфигурировать, маршрутизировать и организовать резервирование этих каналов между собой. Поподробнее Иван про то, как можно это использовать, расскажет немножко попозже. Надежность и производительность представлены фактически во всех моделях маршрутизаторов, потому что по умолчанию индустриальное исполнение подразумевает и температурный диапазон, и надежные корпуса, которые защищены от проникновения злоумышленников. Возможность организации правильного соединения подключения по беспроводным сетям с использованием внешних антенн, то есть во всех маршрутизаторах предусмотрены разъемы, которым просто можно использовать внешние направленные секторные антенны, которые подбираются под ваши требования, и адаптировать, соответственно, подключение наилучшим образом, согласно вашему радиопланированию, пониманию, построению вашей сети. Про программные продукты, которые помогают администрировать и настраивать, такие как Device Hub и на сайт VPN я уже упоминал, но это одно из очень вкусных преимуществ, которые есть в этом оборудовании, и оно бесплатно, это очень важно. Во всей линейке оборудования по умолчанию поддерживается достаточно широкий список протоколов VPN, которые можно использовать именно для защиты подключения, в первую очередь, так как маршрутизатор работает очень часто, и мы рекомендуем его использовать в проектах, где обрабатывается какая-то чувствительная информация, то шифрование и защищенные туннели – это важный элемент построения сейчас сетей, которые необходимы для корпоративных заказчиков. Встроенный фаервол, как один из инструментов защиты, он присутствует, опять же, во всей линейке этого оборудования. Теперь несколько слов о конкуренции и то, где находится оборудование Milesight с точки зрения позиционирования и текущих реалиях российского рынка. Если мы представим рынок сетевого оборудования и даже сузим его именно до промышленных роутеров, то Milesight в первую очередь выпускает линейку Light для среднего сегмента, для простых решений, для которых необходимо уже использовать защищенные VPN-каналы и отказоустойчивое резервирование нескольких каналов передачи данных. И для корпоративных решений линейка Pro и Ultra может решить уже более сложные задачи. Это оборудование построено на более производительных чипах, имеет гораздо больше ассортимент и по интерфейсам подключения, и каналам передачи данных, и внутренних настроек программирования под сложные интеграционные проекты. Сейчас, как вы знаете, достаточно много производителей ушло из России, и даже если мы не берем самых топовых производителей, которые всегда закрывали задачи Enterprise рынка, то ближе к среднему сегменту сейчас уже много прибалтийских компаний, которые ушли с рынка, оборудование еще как-то появляется у некоторых поставщиков, но цены на него уже не гуманные. И поэтому сейчас очень большое количество запросов у нас приходит на подбор оборудования, в первую очередь в этом сегменте, на малсайте. То есть стандартный вопрос, на что можно заменить того или иного производителя, который раньше использовался в проекте, либо монтажники, инсталляторы использовали его по умолчанию во всех своих решениях. У нас есть из чего выбрать, линейка оборудования достаточно широкая, поэтому вы можете всегда обратиться к нашему сервису по подбору пресейл. Алексей позже напишет контакт и адрес, куда можно отправлять ваши запросы. Мы порекомендуем то или иное оборудование, если оно будет необходимо, в тест сможем его предоставить, для того, чтобы вы сами могли проверить, протестировать его в своих условиях, по своим требованиям. Но основной важный критерий то, что сейчас оборудование ушло с рынка, с российского очень много, поэтому по большому счету заменить у нас есть на что. Давайте теперь поподробнее перейдем к самому оборудованию, Иван расскажет по моделям. Коллеги, добрый день еще раз. Итак, начнем про самое интересное, это про само оборудование и какие отличительные особенности у него есть. Как Антон уже говорил, у нас три линейки, серия Lite, Pro и Ultra. Начнем с самой младшей линейки, это линейка серии Lite, там представлены две модели. Они отличаются тем, что обеспечен минимальный необходимый набор интерфейсов, это Fast Ethernet, поддержка одной сим-карты. Все модели, независимо от серии, выполнены в металлическом алюминиевом корпусе. В данном случае, серия Lite выполнена в металлическом литом корпусе, с специальной защитной крышкой, также и выполнена из металла для защиты сим-карты. То есть, соответственно, корпус максимально антивандален, и можно его использовать в достаточно суровых условиях эксплуатации. Если говорить более подробно, то серией Milesight 32 Lite, либо 32S, туда еще входят модельки, можно заменить часть вендоров, которые либо ушли с рынка, либо присутствуют, но по каким-то непонятным ценам в текущий момент, не могут гарантировать стабильные поставки. По функционалу Milesight UR32L это интересная модель, у нее два интернет-порта, причем два порта могут работать в режиме как 2LAN, так и 1LAN, 1LAN, что позволяет использовать данное устройство для автоматического резервирования канала связи. То есть, например, проводной интернет использовать на объекте как основной линии, а LTE как резервную. Инструменты внутри программного включения позволяют это все настроить. Плюсом, наверное, основным будет наличие, опциональное наличие поддержки POE-выходов. То есть, в режиме 2LAN к такому модему можно подключать любое сетевое оборудование с требованием питания по POE. Например, если мы говорим о какой-то телефонии, либо о видеокамерах. Соответственно, позволяет интегрировать на небольших объектах достаточно быстро решение, например, по обеспечению системы видеонаблюдения буквально всего одним устройством. То есть, оно будет и обеспечивать интернет, и в то же время питать, например, видеокамеры. Отличительной особенностью также еще напомню является то, что у оборудования MileSite есть управление, оно абсолютно бесплатное за счет применения бесплатной платформы. Расширенные сетевые настройки, достаточно дружественный веб-интерфейс, позволяющий настроить большинство, скажем так, большую часть функционала, точно так же, как на микротикле, на Телтонике. Поэтому у ваших инженеров не возникнет каких-либо проблем с интеграцией. И в отличие от Телтоники, наше облако бесплатное. Ну, облако, либо серверная часть. Телтоника управление только лишь продает, причем оно размещено на зарубежных площадках. По остальным характеристикам устройства достаточно схожи, и перечислять мы их просто не будем. Также отмечу последнее, что на всю линейку MileSite предоставляется гарантия 36 месяцев. Как правило, у нас всегда есть на своем сервисном центре либо подменное оборудование, либо достаточно быстро ремонтируем, поэтому здесь вообще не возникает каких-либо вопросов. И гораздо более глубокая проектная скидка. Да, и спасибо Антону, он заметил, на оборудовании MileSite для ваших проектов предоставляются очень хорошие глубокие проектные скидки, о которых вам смогут рассказать ваши менеджеры. Все мы знаем, что на продукцию Микротик либо Телтоник там вообще нет как первой проектной цены как таковой. Если Телтоника еще пыталась поддерживать проекты, то Микротик просто демпингует, поэтому плюс-минус, что проект, что родственная цена оказывается в одинаковом прайсе. И соответственно для интеграторов это оборудование удобное, но финансово не совсем эффективное. Следующая линейка более интересная для требовательных клиентов это промышленные роутеры UR32 и UR35. Это вот как раз эта модель для сравнения она размером чуть больше пластиковые карточки обычной банковской. Достаточно удобная модель. Здесь на видео вы видите 32-ю модельку. Это модель также с фаст-изернет-портами, но уже обеспечена Wi-Fi либо GPS-ом опционально там выбираются в зависимости от выбранной модели. Есть поддержка LTE уже в режиме MIMO 2.0 что обеспечивает гарантированную скорость до статистический мегабит на прием. А также есть интерфейсы цифровые входы-выходы DI-DO по одной штуке для управления внешними устройствами и асинхронный порт передачи данных RS-232 либо 485-й. Из дополнительного богатая функциональность обеспечивается за счет широкого диапазона напряжения 9,48 Вольт и две сим-карты. Соответственно в данном устройстве можно обеспечить резервирование оператора связи в случае выхода первой сим-карты либо если регистрация отваливается устройство будет автоматически переброшено на вторую сим-карту резервного оператора связи. То есть здесь получается уже такое некое тройное резервирование то есть наличие ВАНа наличие LTE с поддержкой двух операторов через переключение между сим-карты. 35-я модель сейчас тоже расскажу про нее она более интересна вот здесь на слайде видно. То есть 32-я и 35-я модель ключевыми особенностями у них является набор интерфейсов 1-интерфейсов 4-я остаются под коммутатором. у этих моделей реализованы у обоих DI-DO RS-485 или 232 а также у моделей Milesight VR32 есть опциональная поддержка поя, что достаточно удобно. Если сравнивать с конкурентами с похожей производительностью или набором функций то это микротик в основном Телтоника соответственно по цене они уже не конкурентны имеют низкую проектную скидку а также маленький набор интерфейсов. Единственный конкурент наверное самый интересный будет Телтоника ROOT 955 которая также имеет на борту 4 LAN интерфейса и достаточно широкий набор периферийных портов. Но минус это высокая стоимость низкая проектная скидка а также платное управление удаленное. То есть для того чтобы контролировать проект Телтоника достаточно затратно. Ну и она официально уже в Россию не поставляется. Да в Россию она официально не поставляется. Да она в России есть мы все можем найти но примерно цены мы попытались отобразить те которые были на днях средняя цена в рынке. Также из особенностей Майлсайд UR32 и UR35 имеют на борту расширение в виде одной microSD карты которая позволяет загружать любые приложения на питоне и тем самым расширять функционал устройств в принципе безгранично зависит от фантазии предоставляется гарантия 3 года также UR35 здесь в табличке не указано она интересна будет тем кто хочет сделать подключение по ванну через Wi-Fi Wi-Fi модуль работает в режиме Майма но при этом может выполнять функцию как точки доступа так и ЦПЕ то есть соответственно если у вас какие-то сложности возникают в подключении проводного интернета на резервирование сделать необходимо и на объекте есть Wi-Fi соответственно можно реализовать такую интересную схему как LTE плюс провайдер на Wi-Fi а за счет внешних разъемов можно использовать секторные либо направленные антенны что позволит обеспечить надлежащее качество связи и самое интересное и самое мощное устройство в линейке Майлсайт это серия Ультра сейчас она представлена у нас на складе в виде UR75 4G но также опционально и под заказ мы можем привести для вас модель UR75 5G это опционально также для требовательных клиентов версия с 4G может комплектоваться модемами категории 6 12 и 20 базовой комплектации модель представлена с модемом категории 4 то есть это модем с пропускной способностью на прием 150 и на передачу до 30 мг в секунду из особенностей 75 модели если скажем так не говорить о мощном процессоре это высокая производительность Wi-Fi в первую очередь это двухдиапазонный Wi-Fi поддерживающий все стандарты вплоть до оси поддержка технологий Moomime и WinForming что гарантирует высокое качество связи для клиентов подключаемых по Wi-Fi ну и соответственно об интеграции точно так же серия Ultra поддерживает программирование на Python ну и как следствие можно подключить это устройство к облакам Azure либо AWS Ringrad если говорить о функционале данный маршрутизатор достаточно имеет мало подобных девайсов на рынке сейчас если смотреть в сторону Телтоники ближайший конкурент это Телтоника Root 14 ее отличительной особенностью будет разве что наличие двух модемов но и соответственно стоимость в два раза выше поэтому UR 75 по функциональному скажем так по начинке по своей ничем не уступает конкурентам там Robust Air 3000 квадро либо Телтоники но дополнительно серия Ultra имеет на борту место MicroSD слот M2 NVMe SSD что повышает надежность данного решения и качество его работы потому что всем узнаем что карточки MicroSD достаточно ненадежны когда на них идет небольшое количество перезаписей то использование SSD дисков гарантирует высокую стабильность и надежность данного устройства на борту уже установлены не Fast Ethernet а полноценные гигабитные порты 5 штук один из которых выделен под WAN и 4 работают в качестве коммутатора также точно сохранен металлический корпус и широкий диапазон дополнительных портов таких как RS-232 485 и DIDO которые можно управлять с помощью скриптов на питоне ну и наверное сейчас покажу вам общую таблицу для того чтобы разобраться во всем ассортименте модемов и как выбрать правильно этот модем а сначала типовые решения наверное потом покажем вам самую официальную таблицу для быстрого выбора типовые решения все мы знаем что LTE модемы востребованы в большинстве объектов где требуется подключение к интернету все их перечитать не будем но основные из них у нас в России это банкоматы терминалы кассы самообслуживания системы охраны и строительства системы видеонаблюдения да системы видеонаблюдения особенно там где требуется быстрое развертывание системы без наличия постоянного доступа к интернету соответственно пробежимся быстро по таким базовым решениям соответственно модели серии UR32 и UR32 Pro можно использовать в таких вещах как обеспечение работы информационных табло терминалов вендинговых аппаратов банкоматов и каких-то небольших приказовых зон неважно это торговый центр или фастфуд на улице а также системы видеонаблюдения серия UR позволяет подключить каких-либо абонентов к портам интернет и дополнительно за счет интерфейсов расширения управлять питанием устройств либо получать какую-то километрию через контакты EIDU либо через синхронный порт при этом обеспечивается подключение системам мониторинга и управления через LTE либо через WAN-порт при наличии проводного подключения также очень часто по кейсам которые у нас уже есть UR32 используется в мониторинге технологического оборудования за счет того что одна из модификаций поддерживает 435-й порт данное устройство можно использовать для подключения к каким-то контроллерам имеющим шину модбас для того чтобы считывать их показания либо управлять ими удаленно а также параллельно подключать видеокамеры для того чтобы обеспечить безопасность либо контроль за данными объектами плюс применение протокола VPN гарантирует безопасность передачи данных а также применение Device Hub это гарантия быстрого развертывания на удаленных объектах за счет централизованного управления то есть специалистам придется постоянно выезжать на объект мониторить и управлять и он сможет удаленно ну и у нас был случай уже обращалась одна компания как элемент управления UR35 может быть использована например в таких вещах как умные фермы либо системы полива то есть UR35 использовался для подключения системы видеонаблюдения некого контроллера программируемой логики а также контакты расширения IEO подключались к существующим проводным датчикам на объекте соответственно через сеть интернет был обеспечен доступ и централизованное управление и обработкой данных а также было задействовано IOT облако Майлсайт позволяет управлять и мониторить системами IOT разнообразными датчиками о них мы можем рассказать отдельно если у кого-то будет интерес к ним будем рады помочь будут отдельные вебинары отдельные презентации у IOT системы IOT достаточно большой спектр оборудования поэтому здесь мы его не будем затрагивать там надо несколько часов окей примеры реализации вот это то что уже было сделано на объектах которые нам известны то есть это живые примеры а не какие-то гипотетические выкладки например оборудование Майлсайт UR32 в данном случае в Италии было применено на технологическом мониторинге железнодорожного локомотива то есть контроллер UR32 был подключен к контроллеру состояния локомотива в PLS логике и соответственно за счет чего был обеспечен мониторинг состояния локомотива а также за счет встроенного GPS трекера отслеживался местоположение самого объекта в режиме реального времени оператор получал мониторинг местоположения подвижного состава также Майлсайт оборудования применяли на мобильном госпитале то есть это подвижный скажем так автомобиль с мобильным госпиталем где были требования обеспечения системы видеонаблюдения обеспечения телефонной связи за счет применения контроллера фанвилл то есть это некая громкая связь с возможностью обратной связи через микрофон ну и какие-то локальные мониторы то есть имеется в виду локальные компьютеры требующие обязательно наличие интернета соответственно все это обеспечивало связи через контроллер Майлсайт серии и подключалось в 4 G-сетях ну Антон продолжит это его тема отдельный наверное большой пласт задач которые нужно и нужно решать на базе оборудования Майлсайт это инфраструктурные проекты первую очередь это проекты уровня безопасного города и автоматизации зданий и сооружений вот как одно из вариантов применения допустим для роутеров в рамках городской инфраструктуры организация канала связи бесперебойного и защищенного для умных остановок как один из кейсов данные которые используются и транслируются с таких объектов они могут быть на базе видеокамер датчиков подсчета людей обеспечивать видеомониторинг и контроль ситуации подключение и управление информационными табло освещением и рекламными щитами которые там используются один из кейсов применения такого оборудования также допустим в Сингапуре был большой проект по управлению и взаимодействию с гражданами на базе таких столбов которые у нас в России называют гражданин милиции иногда где установлена видеокамера для обзорного видеонаблюдения которая дает картинку по окружающей обстановке организован канал связи с переговорной для диспетчеров и рядышком установлены датчики мониторинга окружающей среды которые собирают данные по ветру влажности температуре состоянию воздуха и транслируют это все в единый диспетчерский центр и все вот такие столбы были интегрированы через как раз таки роутеры Майлсайт в единый диспетчерский центр который собирает эти данные анализирует и дальше использует для инфраструктурных задач города также в рамках критической инфраструктуры мониторинга состояния критической инфраструктуры были кейсы по мониторингу уровня воды водохранилищах и объектах водных которые необходимо контролировать особенно в паводковый период причем контроль идет на уровне как датчиков так и видеонаблюдения и в частности вот у Майлсайта есть датчики которые умеют контролировать уровень воды либо жидкости либо сыпучек либо иногда даже используют их для уровня контроля уровня снега на базе роутеров Майлсайт организовывалось беспроводное подключение фактически в чистом поле где нету какой-то проводной инфраструктуры для того чтобы собирать данные как с видеокамер так и с датчиков и организовывать обратную связь для управления некоторыми из них и наверное наиболее массовый пример который и нам всем понятен и в мире используется это установка таких роутеров банкоматы так как банкоматы работают с чувствительной информацией которую необходимо защищать при передаче то встроенные все протоколы VPN могут обеспечить шифрование по беспроводным и проводным сетям резервирование этих сетей ну и в том числе защищенное подключение использование VPN протоколов для управления настройками администрирования самих роутеров то есть программы вот эти бесплатные которые Майлсайт предоставляет они используют встроенные инструменты протокола шифрования для удаленного администрирования этими устройствами для того чтобы все каналы взаимодействия с оборудованием были защищены и не осталось злоумышленников возможности для проникновения либо взлома в том числе сетевого самого оборудования по поводу банкоматов кейс массовый поэтому здесь если у кого-то из вас есть клиенты кто работает и взаимодействует с такими заказчиками обращайтесь будем рассматривать варианты по интеграции естественно это проекты интеграционные которые требуют какой-то доработки либо написания отдельных программных приложений для этого оборудования да к слову о банкоматах в том числе либо использование оборудования Майлсайт на какие-то объекты где он устанавливается внутри ящиков железных боксов или вообще защищенных от радиоволн помещениях в ближайшее время будет расширение линейки и появятся секторные и всенаправленные антенны для внешней установки как на трубу трубостойку так и антенны которые можно устанавливать прямо на бокс а не в виде блинов которые прикручиваются к устройству и обеспечивают круговую направленность для LTE МТ и для Wi-Fi в том числе то есть здесь не будет проблем для интеграции на каких-то сложных объектах индустриального характера либо технологического все верно переходим к следующему слайду вот как раз обещанный мною последний заключительный слайд это наверное самый полезный слайд будет для тех кто хочет быстро принять решение какое оборудование ему необходимо приобрести здесь опущены все технические подробности по той причине что у всех маршрутизаторов Майлсайт единая операционная система если ваш инженер познакомиться с любой модель у него не возникнет проблем с интеграцией с настройкой другой модели то есть Майлсайт поддерживает единую идеологию для операционной системы и только лишь модель от модели там добавляются новые разделы новые пункты в зависимости от функционала поэтому на этом слайде можно увидеть все существующие на текущий момент артикулы и понять какое устройство подойдет в том или ином проекте то есть одни из преимуществ так скажем основных у нас есть все линейки с возможностью поддержки поя что позволяет использовать их на объектах где требуется подключение и питание устройств с поя соответственно старшие модели имеют в своем арсенале приемник gps а также вай фай напомню что 75 модель работает в двухдиапазонном режиме при этом 35 и 75 модель кроме как подключение к интернету по сетям LTE и по сетям LAN может подключаться к провайдеру через Wi-Fi то есть точка доступа переходит в режим CPE ну и самая крайняя часть данного слайда показывает какие входы либо выходы есть на данном оборудовании то есть тем самым если у вас есть задача подключиться к какому-то технологическому оборудованию с управлением либо контролировать какие-то датчики можно всегда выбрать нужный порт либо нужный интерфейс в зависимости от требований поэтому я думаю что этот слайд будет полезен в первую очередь инженерам либо проектировщикам ну да это скажем так шпаргалка подсказка для того чтобы можно было всегда под рукой быстро подобрать нужную модель ссылочки там кликабельные для того чтобы можно было сразу же провалиться в карточку этого устройства и посмотреть подробности скачать документацию но если у вас есть какая-то не сформулированная еще техническая потребность как я говорил ранее всегда можно и нужно обращаться в наш пресейл отдел который поможет подобрать по техническим требованиям это оборудование если необходимо помочь прописать его в технической документации для тендера и подобрать выдать оборудование для теста Алексей сейчас в чате напишет email на который можно отправлять такие запросы и мы их обработаем в кратчайшие сроки и предложим вам те или иные решения эта таблица в ближайшее время появится в карточках товаров на сайте ipmatica в разделе скачать она будет везде добавлена специально потому что карточки на сайте представляют серии то есть если вы зайдете на сайт ipmatica.ru раздел сетевое оборудование вы найдете скажем так 4 основных серий представляющих просто общее описание с ценами но для того чтобы правильно запросить девайс или проверить его наличие b2b вот эта таблица вам как раз поможет вы сможете определиться с моделью и соответственно запросить у менеджера наличие на складе большинство самых популярных моделей уже у нас на складе также доступно оборудование в тест поэтому если у вас есть желание протестировать оборудование может быть даже заложить его в будущий ваш проект то также обращайтесь в саппорт и вам помогут с проведением тестирования плюс у компании mail site есть так называемое облачное тестирование где можно провалиться во все три основных модели то есть это 32 35 и 75 и посмотреть весь функционал операционной системы удаленной через облако такие доступы тоже есть я думаю что вам не искать мы их добавим на сайт в ближайшее время у нас была новость об этом но новостей много поэтому будет достаточно трудно найти мы их также добавим в карточки как гиперссылки что можно было переходить то есть самый быстрый способ протестировать это оборудование это подключиться к нему удаленного техническая возможность такая есть сама компания mail site выложила в доступ в открытые эти устройства мы дадим вам пароли логины для подключения самостоятельно можете подключиться проверить посмотреть пощупать руками если иногда вживую получить мы можем выслать предоставить его с нашего демонстрационного склада ну что мы уже как раз укладываемся в установленное время если у нас сейчас текущих вопросов в чате не закрытых не осталось контакт для пресс-сейла Алексей указал вот ну и те вопросы которые были мы ответили поэтому спасибо всем кто участвовал в сегодняшнем вебинаре спасибо за подключение ну и ждем общения с вами ваших заявок запросов консультации по оборудованию mail site которые мы с удовольствием вам поможем и предоставим всем спасибо всем спасибо друзья все до свидания до свидания с